На еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики обсудили ряд наиболее значимых вопросов. Говорили о перспективах развития региона в направлениях, обозначенных в послании президента России. О том, что нуждается в особом внимании. Подробности в нашем материале. Земля должна иметь хозяина, а агробизнес – план по замещению импортных продуктов отечественными. Владимир Путин поставил перед сельхозпроизводителями страны непростую задачу и дал пять лет на ее решение. Чувашии она под силу, отметил Михаил Игнатьев. Для этого будут созданы все условия. Прошу всех тех должностных лиц, кто участвует в этих процессах, понятно, норма в законе предписана, в то же время смотреть, насколько добросовестный арендатор или землепользователи. Действия властей скорректируют и в социальной сфере. С учетом непростой экономической ситуации денежная поддержка будет осуществляться более адресно. Материнский капитал продлят на два года. Одним из приоритетных направлений руководства республики останется развитие образования. За 10 лет построить не менее 30 общеобразовательных школ, включая реконструкцию и модернизацию, чтобы ни в одной школе у нас не осталась двухсменная работа или двухсменное обучение. В декабре республиканская казна увеличилась на 634 миллиона рублей за счет федерального бюджетного кредита. Ставка по нему всего 0,1%. В общей сложности из центра в этом году получено более 6 миллиардов рублей. Эти средства мы направили на замещение коммерческих кредитов, если экономили сотни миллионов рублей на обслуживание государственного долга. Точнее, практически более чем 400 миллионов рублей. В своем послании президент России также отметил и роль некоммерческих организаций. Им планируют выделить гранты, а для тех, кто предоставляет социальные услуги, предусмотрены дополнительные льготы. Республиканские НКО в этом году получили более 10 миллионов рублей. Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив патронирует социальные проекты этих компаний. Мы взяли на себя эту нагрузку, создали этот центр, и 32 из 47 проектов они прошли, поскольку соответствовали критериям открытого порядка. Министр здравоохранения Алла Самойлова доложила, на прошлой неделе отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Но в целом ситуация в пределах нормы. Основной метод профилактики – вакцинация населения. Прививку от гриппа сделали около 30% жителей республики. Нам удалось привить от гриппа в тех рамках, которые нам были поставлены, порядка 260 тысяч человек взрослого населения и более 100 тысяч детей. Более 50% школьников и подростков были подвергнуты вакцинации. Это основной контингент наших детей, которые, как правило, подвержены заболеванию. На совещании обсудили и другие вопросы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, руководство республики будет следовать заданным президентом России курсом. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.